Всем привет! И сегодня я расскажу вам о моем походе на выставку Орхидей. В прошедшие выходные у нас была организована выставка Орхидей в Хаянсе, но нам здорово не повезло с погодой, потому что именно на эти выходные выпал какой-то исторический шторм, который охватил кучу штатов. И нас занесло снегом в субботу, но в воскресенье нас расчистили, поэтому я сходила в воскресенье. Шоу оказалось не таким гардиозным, как в прошлом году, потому что из-за погоды все очень испугались, что нас засыпет снегом и никто не придет. В принципе, так получилось. Пришло очень много народу, но все равно было очень интересно и все равно было очень красиво. Я увидела много красивых новых растений. В этом году я постаралась заснять растения с названиями этих растений, потому что, я думаю, это очень интересно видеть растение и как оно называется. Также я посетила лекцию на этой выставке. У нас была очень интересная лекция о выращивании мини-орхидей. И, в принципе, в двух словах, вся тонкость выращивания мини-орхидей заключается в том, что из размера и маленького горшочка они пересыхают гораздо чаще, чем большие орхидеи. Но в остальном выращивание, например, мини-католей точно такое же, как и обычных традиционных больших католей. Такое же удобрение, такое же освещение, такие же температуры. Только поливать маленькую католей нужно гораздо больше, потому что в маленьком горжочке субстрат высыхает намного чаще. И еще один нюанс, что из-за размера очень часто маленькие орхидей стоят между большими и мы забываем их полить. И вообще мы забываем, что они у нас есть. И очень часто они получаются такие все немного заброшенные. И сейчас я покажу вам, что я приобрела на выставке. Это была самая интересная часть моего похода, приобретение новых орхидей. И хочу сказать, что я была не в таком восторге от своей покупки в этот раз, как в прошлый раз. В прошлом году я купила большой сайкапсис или по-русски его называют психапсис. А в этом году я купила вот такую вот обалденную пестролистный. Это пестролистный симбидиум. Цветет он как обычный симбидиум, но листочки у него вот такие вот красивые. И заплатила я за него 40 долларов, что, я думаю, слишком много. Но как бы я не нашла ничего такого супермечтового, чтобы я хотела такое приобрести. Потому что было очень мало вендоров. Было, наверное, только человек 5-6, когда в прошлом году было человек 20-30. Вот. И из всего мне понравилась вот эта, потому что она пестролистная. И это симбидиум. Я очень люблю симбидиум, потому что они неприхотливые. И они очень красиво цветут. Вот. Так что это моя необыкновенная покупка. И дальше я приобрела вот такие вот подносы. Это пластиковые подносы. Они черные. Сделаны они из очень прочного такого материала. Я купила два для пробы. И внутри они белые, потому что белый цвет очень хорошо отражает свет, как солнечный, так и искусственный. И цветы растут лучше, получают больше освещения, когда поднос белый. И для этих подносов я купила вот такие колпаки. Они пластмассовые, прозрачные. И наверху у них вот такие вот штуки для вентиляции. Я ухожу в последнее время. Подобные подносы незаменимые. У меня уже практически все мои фиалки растут вот под такими колпаками. Из-за того, что зимой очень холодно. И вот такие колпаки, они как бы, они не дают температуре упасть слишком низко. И это получается как микросреда. Также у фиалок повышенная влажность. Я ее иногда проветриваю, если совсем влажно. Иногда нет. Но вот такие подносы с такими колпаками мне очень нравятся. Причем, когда у меня были проблемы с трипсами, вы можете обработать это и закрыть. То есть, если у вас есть проблемы, она будет только под одним колпаком. Не по всей коллекции. Моя большая проблема заключалась в том, что большие фиалки не помещаются в такие низкие колпаки. И поэтому я купила вот такие высокие. И я думаю, что я в них буду складывать даже еще некоторые орхидеи. Я думаю, что зимой вот такие вещи просто незаменимы, если у вас нет центрального отопления, как у меня. И когда вы распакуете, выглядит он вот так вот абсолютно прозрачно. Мне он очень-очень понравился. Затем я купила еще один флакончик Супер Сраева. На этот раз побольше. Потому что мне он очень нравится. От него хорошо растут растения. Я купила много таких пластмассовых горшочков. Я взяла два маленьких. Два опять средненьких. Мне нравятся такие горшочки, где много очень дырчик. Орхидеи в них очень любят расти. И потом мне нужны будут такие размеры, таких горшочков. Такие горшочки. И я взяла один такой большой, но не совсем большой. Потому что у меня некоторые орхидеи уже разрастают до размеров, где такой горшочек слишком маленький. Вот такой слишком большой. И это вот что-то в серединке. Вот, прикупила я горшочки. Прикупила еще очередной субстрат для орхидеи. Мне вот этот, кстати, очень нравится. Это Крючий Бак. Ну, короче, он такой жестенький. И он разлагается гораздо медленнее, чем кора от сосны. И еще я увидела находку для шпиона. Это вот такие вот голубые клейкие ленты, которые приклеивают мушек от трипсов и для всех насекомых. Хозяин Лавхи, где я откупила, он сказал, что у него у одного есть такая клейкая лента в голубом цвете. Потому что трипсы, они не видят желтый цвет, но они видят синий. И они на него садятся. И он у меня заверил, что именно вот голубые такие ленты, они самые эффективные. То есть вот те, что у меня были раньше, вот такие желтые. Он сказал, они работают, но не так хорошо, как вот эти голубые. Вот, так что я буду пробовать эти ленты и все вам расскажу, какие они были хорошие. И само шоу проходило в том же зале, что и в прошлом году. Все было, конечно, очень красиво. Тематика этого шоу была зимней сказка. Поэтому вы видите цветы, они сделаны в снегу. И все стенды, все выставки, они построены именно в зимнем настроении. Очень понравилось, как они, в самом деле, арку в центре. И на него вот такой небольшой эпидендру. Олени в центре были просто классные, особенно красный носик. Шоу! Шоу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень красивые и интересные Понравилось, как растет дендробиум в этом туманном горшочке Я хочу вообще сделать такой дома, но не знаю как пока ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что у меня никак не получается вырастить ее Вот они такие шикарные, супер красные, очень-очень красивые Субтитры сделал DimaTorzok И снова на заднем плане я заметила мою любимую Ванду ДимаTorzok Очень красивые орхидеи Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И здесь снова были нереально красивые пафы, особенно вот это с длинненькими усиками ДимаTorzok Разноцветность просто необыкновенная ДимаTorzok 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 И на этом все, надеюсь вам понравилось, надеюсь вам было интересно, желаю всем хорошего настроения и до скорых встреч!